МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Экспертиза» из серии «Без акцента». Только факты и только документы. Выводы делать вам. Харьков. Огромный город-труженик. Живет в своей обычной повседневной жизни. Люди торопятся на работу, студенческие аудитории, отдыхают, воспитывают детей. Политические игрища, больше смахивающие на провокации, устраиваемые так называемой оппозицией, внимания харьковчан привлекают мало. Пару десятков человек с плакатами перед зданиями областной администрации и городского совета стали уже привычной декорацией. Да и лица большинства митингующих всем уже порядком примелькались. Режиссер этих спектаклей известен. Олигарх, некоторое время назад подвязавшийся на посту главы Харьковской государственной администрации Арсен Аваков. Основа актерской труппы некто Андрей Ильгов и его организация «Прорвемся». Куда решил прорваться Ильгов, сменив грязный фарт у крупщика мяса в супермаркете «Восторг» на тогу правозащитника мы вам и расскажем. С некоторых пор это место в Харькове стало пользоваться дурной репутацией. Здесь было совершено покушение на депутата Розинского. А в здании, напротив, регулярно проводит свои шабаши местная оппозиция. Тут, в этом помещении, разыгрывали карикатурные общественные суды над руководством города, проходили собрания Зеленого фронта, планировали свои акции прорвисты. Последние, правда, недавно перебрались в уютные офисы на улице Мироносецкой под крылок своему новому шефу Авакову. А сам Ильгов был назначен заведовать Орхотделом фонда аваковских инициатив. Далеко не все сподвижники Ильгова поддержали его в тяге к сиборитству. Владимир Солдатов – один из тех, кто стоял у истоков этого малочисленного, но задиристого движения. Еще когда Аваков возглавлял администрацию, тогда проводили акцию сухари, выносили им под главный вход, приносили сухари, которые собирали по городу, чтобы они готовились за их деяния отвечать и уже были готовы. А как же теперь Ильгов работает с тем же самым Аваковым? Видать сухари, которые передали, им нравится. Идеологическая составляющая, это как бы не всегда было его коньком. Мало интересовала идеологическая составляющая и как бы приверженность к каким-то либо партиям. А что интересовало? Интересовала хорошая жизнь. То есть, проще говоря, дикто? Да. В активности Ильгову сотоварищей не откажешь. За два года своего существования они протестовали против всего, что только возможно. Такая у ребят работа. Бурная деятельность Андрея Ильгова и его группы «Прорвемся» это целая цепь провокаций и предательств. Если мы вспомним многочисленные акции, это и «Зеленый фронт», «Защита парка», «Завод Шевченко», «Горэлектротранс», то никаких реальных положительных результатов для харьковчан эта деятельность не принесла. Можно утверждать, что основная задача Андрея Ильгова это поиск заказчика и инвестора для его не совсем чистоплотных акций. И, собственно говоря, это выглядит как способ зарабатывания денег. Задержка в выплате зарплат работникам городского транспорта вызвала естественное недовольство его сотрудников. Городские власти предпринимали все возможное для погашения задолженности, возникшей, кстати, по вине тогда еще Тимошенковского кабмина. А среди водителей и кондукторов уже замелькали знакомые лица Ильгова и компании. Предприятие очень удобно для раздувания всяческих конфликтов. Люди у нас получают заработную плату с задержками. Из-за неплатежей Государственного фонда, из-за неплатежей, из-за компенсации за проезд льготных категорий была так называемая акция протеста водителей троллейбуса. Когда вы помните, водители троллейбуса не вышли на работу. Акция эта была создана искусственно. И как раз в это время началась выплата заработной платы работникам Горэлектротранса с помощью, вернее, даже не помощи, а из средств городского бюджета. Да, есть трудности с выплатой заработной платы, этого никто не скрывает. Но, тем не менее, город на своих сессиях, депутаты городского совета решают вопросы в меру своих возможностей и финансово, и городского бюджета. Мы всегда действуем согласно закону. Я не считаю, что действие Ильгова правильное, подводя людей под незаконные действия. Троллейбусное депо номер 3 сейчас работает как самостоятельное предприятие. Львиная доля задолженностей по зарплатам тут, как и на остальных предприятиях, погашена. Именно это депо стало объектом атаки ильговской команды. Спровоцировав забастовку его сотрудников, Буквально накануне проведения первых выплат транспортникам, правильсты добились единственного – увольнения нескольких человек из числа протестующих. Причем увольнение произошло на совершенно законных основаниях – за прогулы. Как только пообещал этот профсоюз, нам борьбу за наши права, так сказать, за наши зарплаты, что нам не платят вовремя, посодействовать, мы эти, так сказать, водители клюнули, повелись на этом поводу. Но, как на данном этапе оно показало, что эти все обещания, которые они давали, мы будем за вас бороться, будем ваши права отстаивать, разберемся, где деньги делись, а по зарплатам там туда-сюда, но на самом деле оно не так оказалось. Это было на ветер брошенные слова и все. Вы же выполнили бы хоть один пункт из этих обещаний. А что же сам Ильгов? Полежав перед камерами рядом с объявившими голодовку уволенными транспортниками, он отряхнулся и пошел дальше. Последний скандал, устроенный прорвистами в электротрансе, имел лишь один результат. Прыгающие через вертушку на проходной Ильгов с компанией довели дежурную, человека пожилого, до больничной койки. Ее напарница утверждает, что хулиганов не боится. Я работаю здесь 10 лет, и никогда не было таких случаев. Другая, не менее растиражированная в СМИ провокация от Ильговой прорвемся, участие в движении «Зеленый фронт». Думаю, это тема отдельного выпуска экспертизы. К сожалению, на наше предложение поучаствовать в программе «Зеленофронтовцы» дали откровенно иезуитский ответ, потребовав предоставления им прямого эфира и вдобавок выдвинув с десяток требований к городским властям. Очевидно, что все это не находится в компетенции сотрудников программы. Остается надеяться, что в этом общественном движении найдутся здоровые и конструктивные силы, и голос фронта все же прозвучит в программе. Хочу констатировать одно. С «Зеленым фронтом» Ильгов и его работодатель Аваков поступили по уже давно отработанной циничной схеме. Используя протестные настроения части населения, Аваков целый год пиарился на природоохранной теме, позируя на фоне участников акций протеста в парке имени Горького. Ильгов же при новом хозяине исполнял роль провокатора. Именно он подстрекал молодежь к противоправным действиям, дракам с рабочими, неповиновению милиции. Ну а теперь активисты «Прорвемся» на главном Аваковском сайте обвиняют фронт политической проституцией и вешают на него всех собак. Бывшие соратники оказались для Аваково-Сыльговым отработанным материалом. Недавний поджог тракторов в лесопарке тоже наводит на размышления. Оперативные мероприятия, как бы техническая причина исключается. Скорее всего, это занос открытого источника огня. Материалы в результате будут переданы в милицию на дальнейшее рассмотрение. Милиция пока же не дает однозначного ответа, кто же виновник преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 194, часть 2. То есть умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. А вот текст, опубликованный правой рукой Ильгова Сергеем Четверяковым на форуме персонального сайта Аваково. Рецепт коктейля Молотова. И это после того, как чуть не сожгли в собственном автомобиле депутата Родзинского. После того, как уничтожили технику в лесопарке. Тому, кто кардиналу служит верно, Заранее заказан пропуск врач. Его высоко преосвященство, Ещё я не веройское вложенство. А куда жить? Получите! Живём земной. Пусть пахлопочет. Пусть пахлопочет. Пусть пахлопочет. Поверьте, всё тайное рано или поздно становится явным. Только факты и только документы. Выводы делать вам. Пусть пахлопочет. Пусть пахлопочет. Производство. Продолжение следует...